МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. С Международным женским днём педагогов и работников образовательных учреждений города наградили в Доме учителя. Цветы для автоледи сотрудники ГИБДД поздравили саровчанок на дорогах города. Праздник в спортивном стиле, традиционные соревнования к 8 марта прошли в бассейне «Дельфин». Далее расскажем обо всём подробно. В Доме учителя прошла торжественная церемония награждения педагогов и работников образовательных учреждений города. Мероприятие приурочили к Международному женскому дню. Также в качестве подарка учителям показали спектакль «Кентервильское привидение» от школьного театра гимназии номер 2. Педагогическое призвание – это и счастье от живого отклика детей, и радость творчества, и нелёгкий труд. Наверное, многие помнят своих школьных учителей и классных руководителей, вспоминают их почти родительскую заботу и любовь, которая согревает до сих пор. Педагоги не только учат, но и воспитывают молодое поколение, передают им свой ценный жизненный опыт, показывают пример. А для самих педагогов школа – это место для развития, где тебя всегда ждут. Самое большое удовольствие для меня – это делиться знаниями с детьми и получать от них ответные реакции, желательно положительные. Детство всё-таки является самым таким важным источником энергии и удовольствия от жизни, энергии, которую я получаю практически каждый день. Это всегда драйв, это всегда молодость, это всегда развитие, потому что и дети дают возможность развиваться всегда учителю, это всегда некоторая иная обстановка, чем в обычной жизни. У меня даже муж всегда говорит, вы учителя, вы необычные люди. Обычные люди нас не всегда понимают, да, кажется, что вот педагоги, они как-то живут, наверное, не совсем так, как представляется всем остальным людям. В преддверии Международного женского дня в актовом зале Дома учителя прошёл торжественный вечер. В праздничной обстановке педагогам и работникам школ и детских садов вручили почётные грамоты за многолетний и добросовестный труд. От имени мужской части нашего департамента хочу вас всех поздравить с этим замечательным наступающим праздником. Ещё раз сказать, какие замечательные, умные, красивые, профессиональные, добрые женщины работают в нашей системе. И пожелать вам всем успехов, удачи и в карьерном росте, и в профессиональной деятельности, и, естественно, в личной жизни. Я очень бы хотела, чтобы вы всегда помнили, что, будучи сильными, профессиональными, значимыми, идущими вперёд, добивающимися своей цели, делящимися своей душой, вы всегда оставались девочками в душе, чтобы вы всегда помнили, что женщина до тех пор остаётся женщиной, пока ради неё совершаются великие поступки. Пусть ради вас мужчины и свои, и чужие совершают великие поступки, любят вас и носят на руках. После торжественной части педагогам подготовила подарок – театральная студия «Афиша» гимназии номер 2. На сцене Дома учителя ребята показали спектакль «Кентервильское привидение» по произведению Оскара Уальда. Праздничные концерты к 8 марта прошли и в школах города. Дети поздравляли своих любимых мам, бабушек и учителей, дарили им праздничное настроение и улыбки. Наша съёмочная группа посетила концерт в Центре образования. Вместе с весной к нам пришёл и праздник прекрасной половины человечества. Многие ассоциируют его с цветами и подарками. Музыкальные поздравления своим мамам, бабушкам и учителям приготовили ученики Центра образования. Ребята читали стихи, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Очень рада, что ведём этот концерт, потому что он посвящён нашим любимым учителям, мамам, бабушкам, сестрёнок. Я не волнуюсь, потому что веду концерт уже не в первый раз, и тут сидят моя бабушка и мама, и я их очень люблю. Я сегодня исполняю песню «Волшебник-недоучка». А про что эта песня? Про то, как волшебник всё-таки не мог научиться хорошо колдовать. Я сегодня играю Шостакович, хороший день. В зале находится моя мама, и я рада, что ей подарю такой музыкальный подарок. Праздник 8 марта – это праздник наших бабушек, сестёр, мам, педагогов, подруг. Я желаю им здоровья, счастья, побольше цветов, подарков и любви. В концерте принимали участие 86 ребят. Подготовка к празднику заняла два месяца. Воспитательный аспект сегодня важен для школ не меньше, чем образовательный. Участие детей в таких программах прививает им уверенность в себе и командный дух. Мы ваши ветки, 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 вкусняшки, ваши антирабашки. Свои номера показали ребята из творческих коллективов Центра образования. На базе школы действуют два объединения – «Волшебный каблучок», где учат танцевать, и вокальная студия «Мелодия». И у ребят уже есть успехи. Наш вокальный коллектив «Мелодия» под руководством Натальи Анатольевны Самсоновой одержал победу в всероссийском конкурсе вокальных коллективов. Они представляли две композиции, одна из которых одержала победу. Мы ими очень гордимся, и впереди у нас новые планы и новые достижения. РЖД предоставит 50-процентную скидку детям от 10 до 17 лет на летнее путешествие по России на поездах дальнего следования. Купить билеты со скидкой можно с 4 марта. Специальный тариф позволит семьям с детьми сэкономить на организации летнего отдыха. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Музеи, театры и выставки можно посещать бесплатно по Пушкинской карте, напоминает администрация города. Обладателем карты может стать любой саровчанин в возрасте от 14 до 22 лет. Оформить ее можно онлайн через приложение «Госуслуги культура», а использовать через мобильное приложение или в пластиковом виде, получив в почтобанке. Стартовало голосование по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать». Всего в народном голосовании участвует 20 инициатив, которые выдвинули горожане. Они касаются в основном благоустройства дворовых территорий, создания новых пространств. Есть проекты, направленные на устройство освещения. От активности горожан в голосовании зависит, какие инициативы получат финансирование и будут реализованы в течение этого года. Проголосовать можно на сайте вам.голосза.ру Сотрудники Саровской госавтоинспекции провели на дорогах нашего города традиционную акцию «Цветы для автоледи». Женщин-водители и дорожные полицейские поздравили с праздником и выручили им цветы. Накануне Международного женского дня 8 марта даже погода заиграла по-весеннему. Солнце пригревало и создавало праздничное настроение. На дорогах города в этот день можно было увидеть счастливых автоледи с букетиками роз и маленькими сувенирами. Такой подарок женщинам-автомобилистам преподнесли сотрудники ГИБДД и представители Саровской радиостанции в рамках совместной акции «Цветочный патруль», приуроченной к 8 марта. Подобные проекты мы проводим уже в третий раз в месяц при поддержке ГИБДД. До этого мы проводили еще весной акцию «Трезвый водитель», где мы напоминали водителям о том, что если ты выпил и ни в коем случае садится за руль, то есть алкоголь и вождение несовместимы. И также перед началом учебного года мы проводили акцию «Внимание дети». Инспекторы ГИБДД останавливали саровчанок, которые были за рулем, вручали им подарки, информационные брошюры, а также напоминали о правилах дорожного движения. Сотрудникам ГИБДД помогали школьники, отряд юных инспекторов движения. Мы раздавали водителям, а именно женщинам, небольшие подарочки, в том числе букетики роз. Мы напоминали им, как хорошо, когда вы у нас есть. И женщины были все разные. Одни из них, наоборот, не хотели, чтобы их снимали и фотографировали, другие, наоборот, удивлялись и очень нас хвалили. Акция «Цветочный патруль», которая прошла на площади Ленина, привлекла к себе всеобщее внимание водителей и прохожих. Тем более, что женщин поздравляли не только сотрудники ГИБДД, но и сам «Железный человек» из вселенной Марвел. Всех женщин, всех девушек поздравляем с наступающим 8 марта. Желаю всем женского счастья, здоровья, любви и всем удачи. В лице Государственной инспекции безопасности дорожного движения города Саров хочу поздравить всех девушек, женщин с наступающим праздником. Хочу пожелать здоровья, во-первых, благополучия и удачи на дорогах. Жизнь Ивана Семенова второклассника и второгодника. О приключениях знаменитого пермского двоечника и лентяя узнали участники проекта «Читаем вслух». В преддверии 8 марта во Дворце детского творчества собрались папы с сыновьями и дедушки, чтобы почитать веселую книгу своим любимым женщинам. Знакомы ли вы с второклассником и второгодником Иваном Семеновым, самым несчастным человеком на всем белом свете? Жизнь его полна невзгод и опасностей. То он играл в белого медведя, весь день четверенько ходил по снегу, а в итоге схватил воспаление легких. То хотел заняться дрессировкой кота и вывихнул руку. Однажды вообще чуть было не утонул в ванной, представляя себя шпионом. На веселой истории о неутомимом выдумщике, отчаянном фантазере и мечтателе, второкласснике и второгоднике Иване Семенове выросло несколько поколений читателей. А современные дети познакомились с ней на проекте «Читаем вслух». «Хитрый человек этот Иван Семенов. Уж совсем поправился. А как врач придет, Иван застонет. Глаза закачат и не шевелятся. Ничего не могу понять, растений наговорил врач. Совершенно здоровый мальчик. Астонет». Для Максима Зани на эти чтения первые. Сам проект рассчитан на ребят постарше. Но в преддверии 23 февраля и 8 марта организаторы выходят за привычные рамки и меняют формат. На праздничные чтения дети приходят семьями. На День защитника Отечества книгу читают маму с дочками, а на женский день – папу с сыновьями. А Максим в первый раз взял на подмогу и папу, и дедушку. Получилась настоящая семейная команда чтецов. Не часто приходится увидеть такое количество пап, дедушек и детей одновременно в одной компании. И интересное детское произведение, к сожалению, я вот не знал его, не читал, но с удовольствием послушал. И порекомендовал бы дедушкам в том числе, а папам обязательно, прочитать его вместе со своими детьми. Мне очень понравилось послушать и самому прочитать. Было очень интересно. Рассказывалось о Иване Семенове, и у него очень интересная история. Проект «Читаем вслух» существует уже четвертый год, и популярность его со временем только растет. Один раз, выйдя на импровизированную сцену зала Дворца детского творчества, дети хотят опять туда вернуться. Сергей Коробко в этом году уже принимал участие в проекте, и когда в школе предложили опять почитать вслух, сразу же согласился. И заодно пригласил с собой папу. Мне понравилось участие в этом проекте, потому что он дает, как и почитать хорошие тексты. Я первый раз участвую в проекте с папой. Я участвовал и сам один, читал 12 месяцев, но это первый опыт только с папой. Очень понравилось. Очень хорошо, что есть такой проект, который позволяет пообщаться с сыном и прочитать интересные произведения. Нам очень понравилось. Спасибо организаторам. На следующей встрече проекта в конце марта участники, ученики четвертых классов городских школ, прочитают вслух стихи и басни Сергея Михалкова. Праздник в спортивном стиле. Накануне 8 марта в бассейне «Дельфин» прошли соревнования среди воспитанниц спортивной школы «Икар». Участницы турнира проплыли несколько дистанций по 50 метров. Каждый год накануне 8 марта в бассейне «Дельфин» проходят соревнования среди девушек. Воспитанницы спортивной школы «Икар» плывут несколько дистанций. Им на выбор кроль на спине, вольный стиль, бутерфляй и брас. Каждая дистанция по 50 метров. В соревнованиях принимают участие все наши воспитанники отделения плавания. Самый младший возраст – дети 2015 года рождения и младше. И самые старшие ребята у нас – это 2007 год рождения и старшие. Но, как вы видите, у нас на соревнованиях сегодня приняло очень большое участие детей. Значит, дети показывают свои достижения. Плавание – отличный вид спорта для девушек, несмотря на все стереотипы. Он развивает все группы мышц, дыхание, закаляет характер и приучает к дисциплине. Ксения Денисова – постоянная участница городских соревнований. На отделении плавания девушка занимается 6 лет. Я плываю 50 вольный и 50 на спине. 50 вольный я очень хорошо улучшила. Вышла из 31 секунды, этим я довольна. А 50 спина очень плохо поплыла, ухудшила сильно. И на старте поскользнулась. Из-за этого ухудшила. В конце дистанции проходило награждение в каждой возрастной группе. И если для младших воспитанниц большей награды была грамота за призовое место, то для девушек постарше главным оказался результат. Я плыла кролем и кролем на спине. Свой результат оцениваю не очень хорошо. Но это связано с тем, что я только приехала с других соревнований и не успела остановиться. Я очень хочу остаться в этом виде спорта. Плавание люблю за то, что этот спорт развивает очень много групп мышц. Здесь, в плавании, я нашла очень хороших друзей, с которыми я хочу связать дальнейшую жизнь. И также очень хотелось бы побить свои же рекорды. Я плыла брасом и спина мне очень понравилась. Это было интересно. Закрой на спине я получила грамоту за второе место. В марте спортсменки Икара будут готовиться к открытому чемпионату города. Он пройдет в апреле. Кроме того, наши спортсменки принимают активное участие в областных соревнованиях. Среди ближайших – кубок сильнейших в Нижнем Новгороде. Наше отделение «Плавник» хочет вас поздравить с замечательным международным днем 8 марта. Пожелать вам всем крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова